В Кавказском заповеднике совсем скоро появятся новые обитатели. Грозные хищники из сочинского центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда. Животные, появившиеся на свет в вольерах и все время находившиеся под присмотром человека, научились охотиться и теперь практически готовы к жизни в дикой природе. Так, один есть. Володь, надо перекрыть теперь его внутри логово. Обычная плановая вакцинация здесь больше походит на спецоперацию. Чтобы не гоняться за большими кошками по всему питомнику, их временно переводят в небольшие вольеры. Препараты для хищников используют такие же, как для домашних кошек. Различие только в дозе. Главная задача защитить животных от инфекций, которыми болеют кошки. Первая. Вторая задача защитить от бешенства, поскольку бешенством болеют все виды животных. Прививку леопарду будут делать на расстоянии. Для этого используют дистанционный инъектор, визуально напоминающий ружье. Задачу врачей неизлёгких. Это дикое животное уж точно не будет ждать своей очереди на процедуру. Сочинский центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда был создан в 2009 году по инициативе президента Владимира Путина. Сейчас здесь живут 13 особей. До середины 20 века этот подвид семейства кошачьих был распространён на Кавказе и занимал практически все горные территории. Сегодня пятнистый хищник занесён в Красную книгу. За время существования сочинского центра на свет появились 8 котят. Животные носители так называемых диких генов и не должны привыкнуть к человеку. Поэтому проход к вольеру строго ограничен. Большие кошки – участники настоящего реальти-шоу. За их жизнью в круглосуточном режиме следят более 100 камер. Все данные стекаются сюда, в этот координационный центр. Здесь на мониторах как раз сейчас мы видим большие вольеры размером в 1 гектар, где и готовят леопардов к выпуску на волю. Рождённых в сочинском центре самца Ахуна и самку Викторию планируют первыми выпустить в Кавказский заповедник. Мирового опыта подготовки хищников к самостоятельной жизни в природе не существует. Российские специалисты говорят, стандартов нет у каждого животного свой характер. Цель одна – включить природные инстинкты и научить охотиться. Условия максимально приближенные к реальным. Воссоздают даже ландшафты предполагаемого места обитания. Вот Виктория выследила по запаху енота. Он укрылся от неё на дереве. Пара секунд – вверх по стволу и добычи уже не уйти. А это Ахун. Первая попытка поймать выдру в воде лапами – неудача. Моментально среагировав на ошибку, самец ныряет с головой и выходит победителем. К этой паре хищников возможно присоединится Симбат. Зеленоглазый красавец-леопард, который полгода назад был доставлен в сочинский центр из французского парка кошек. Он тоже начал уже успешно охотиться. Добыл несколько карбанов, оленей. И что удивительно для нас стало, он сразу же начал дичать. То есть если он в зоопарке подходил к человеку, здесь после наших процедур ближе к 50 метров уже не подходит. Эти леопарды – представители разных генетических линий. В дальнейшем это обеспечит здоровое потомство. Но сейчас главное, чтобы зверь закрепился на территории. Выпуск в природу краснокнижных хищников запланирован на конец весны. После переселения в заповедник за ними продолжат следить с помощью специальных GPS-ошейников. Алена Евтекова, Айребжанов и Дмитрий Баранов. Первый канал. Сочи.